Эти выходные не пройдут для вас зря, если вы будете в курсе, что и где происходит. С новостями культуры наш корреспондент Анна Белова. 29 июня наш с вами любимый город отмечает юбилей. Мэрия подготовила большую праздничную программу. А чтобы вы не заблудились, мы сделали краткий обзор событий этих выходных. 28 июня специально для любителей отдыха на воде. На набережной в районе ЖД Моста с 9 часов пройдет второй этап чемпионата Архангельска по рыболовному спорту, ловли на поплавочную удочку. А на реке Кузнечиха с 11.30 начнутся соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Для любителей активного спорта в самом центре города на площади Ленина с 11 до 2 состоится забег на высотку. Выше только небо. А для любителей литературы с часу социально-культурная акция «Лето с добролюбовкой». 29 июня традиционно на площади перед зданием мэрии с двух часов вас ждет театрализованное представление «Град над Двиной». Иголоконцерт в честь 400-летия Архангельска с участием рок-группы ДДТ. В это же время на площади у театра драмы развернется праздничная программа для детей и родителей «Планета детства». Концерт артистки Аллы Сумароковой и танцевальная ретро-программа по звуке вальса «Плавное». Горожанам, которые любят тихий отдых, стоит посетить Петровский парк. Там с 11 выставка арт-объектов из природных материалов «Сотвори чудо» и семейная концертно-развлекательная программа «Пикник с правдой севера». А вот молодым и активным лучше заглянуть на Петровскую лестницу. С двух там состоится концерт рок-группы Архангельска и бои по кикбоксингу. На площади у кинотеатра «Мир» с двух часов сборная творческая солянка из местных коллективов, праздничная программа МКЦ «Луч», галоконцерт фестиваля «Песня о русском севере», программа авторских песен Сергея Сараева и программа от вокальной инструментальной группы «Бандем». На набережной, на улице Попова, музыкальная школа «Гармония» подарит концертную программу учащихся и преподавателей. И весь праздничный день у вечного огня с 10 утра пройдут различные турниры по пляжному футболу, пляжному волейболу, по шахматам и по настольному хоккею. А если вас испугает наша северная погода, то укрыться от дождя всегда можно в кинотеатре. С этого четверга стартовала премьера «Трансформеров». Рекомендую покупать билет заранее. Народу здесь очень много. Даже если вы не были поклонником этого фильма, то после просмотра точно им станете. Благодаря интересно построенной сюжетной линии, картина захватывает с самых первых минут просмотра и отпускает до самого конца. Фильм пестрит спецэффектами высшего сорта. И, казалось бы, этого хватит, чтобы шокированный зритель смотрел фильм, не смыкая глаз и не поднимая челюсти с пола. Но Майкл Бэй не был бы Майклом Бэем, если бы не наполнил фильм добрым и забавным юмором, который придется по душе как детям, так и взрослым. Ну, как спасали землю от десептикона. Как люди помогали автоботам спасти землю. Фильм интересный. В принципе, я ждал этого. Мне все части понравились. И это тоже хороший фильм. Все хорошо. Спецэффекты в фильме просто поражают. Идеальная прорисовка. Движения роботов заставляют более глубже погрузиться в фильм. Иногда даже заставляя верить в невероятное, что трансформеры действительно существуют. Фильм дополняет довольно простенький сценарий, хороший актерский состав. И, как положено в боевике такого уровня, должен быть высококачественный саундтрек. Музыкальная дорожка получилась очень мощной, качественной и запоминающейся, что прибавило еще один плюс фильму. Одним словом, трансформеры – это зрелищность, доля юмора и доля драмы в одной красивой упаковке. Безусловно, лучшее, что может предложить вам киноиндустрия в летний вечер. Анна Белова, Виктор Еремеев, Новости 24, Архангельск.